МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое знакомство с этим самолетом вызвало у западных пилотов и авиаконструкторов настоящий шок. Это невозможно. Это противоречит всем законам аэродинамики. Но полеты Су-27 подтверждали, его пилотажные и боевые характеристики безграничны. Продолжение рассказа о лучшем истребителе мира в фильме «Оружие». Официально Су-27 был принят на вооружение военно-воздушных сил и авиации ПВО Советского Союза 23 августа 1990 года, после успешного завершения всего комплекса заводских, государственных и войсковых испытаний. К этому времени 27-е уже более пяти лет находились в эксплуатации и даже успели установить несколько мировых рекордов. Осенью 1986 года на базе новой суховской машины был подготовлен специальный самолет П-42. Такое необычное название в честь победы Красной Армии под Сталинградом в 1942 году машине дал руководитель КБ Сухова Михаил Симонов. Симонов Михаил Петрович, конструктор авиационной техники, «Герой России», лауреат Ленинской премии, доктор технических наук, профессор. Годы жизни – 1929-2011. Родился в Ростове-на-Дону, окончил Казанский авиационный институт. Работал в различных конструкторских бюро. С 1970 года – заместитель главного конструктора. С 1983 года – генеральный конструктор КБ Сухова. Истребитель максимально облегчили, сняв даже краску. Двигатели форсировали до такой степени, что самолет мог преодолевать звуковой барьер в режиме вертикального набора высоты. Высокая тяга вооруженность вызвала серьезную проблему. Тормоза не могли удержать П-42 на старте, когда двигатели выводились на форсаж. Поэтому было реализовано нетрадиционное решение. Самолет с помощью троса и электронного замка цепляли к мощному гусеничному тягачу, сцепленному со строительным бульдозером. От воздействия раскаленных газов реактивного двигателя их защищала массивная бронеплита. Лишь таким образом можно было удержать на старте ревущую машину. В нужный момент замок отцеплял трос, освобождая путь самолета, и П-42 совершал стремительный взлет. С 1986 по 1988 годы на П-42 было установлено более 30 мировых рекордов скороподъемности и высоты полета. Дипломы мировых рекордсменов получили Виктор Пугачев, Николай Садовников, Олег Цой и Евгений Фролов. Международный дебют Су-27 состоялся в 1989 году на престижном авиасалоне в Лебурже, неподалеку от Парижа. Истребитель был представлен сразу в двух модификациях. Базовая одноместная машина и двухместный учебно-боевой вариант Су-27УБ. Обе сушки перелетели в Лебурже из подмосковного города Жуковский без промежуточных посадок, дозаправок и подвесных топливных баков. Демонстрационные полеты новой советской машины привели западных авиаспециалистов в состояние шока. Виктор Пугачев впервые публично продемонстрировал уникальный режим полета — Кобру или так называемое аэродинамическое торможение. Благодаря высочайшим маневренным качествам Су-27 оказался способен выходить на так называемые закритические углы атаки. Истребитель словно встает на дыбы и некоторое время летит хвостом вперед. Затем самолет возвращается в нормальный режим полета без потери высоты. Кобра имеет вполне реальный практический смысл. В ближнем бою она позволяет мгновенно сбросить скорость и стряхнуть с хвоста истребитель противника. Именно Кобра стала визитной карточкой в Су-27. Впервые эту сложнейшую эволюцию в воздухе совершил летчик-испытатель Игорь Волк. Это произошло в 1988 году во время испытаний Су-27 на сваливание и штопор в Летно-исследовательском институте имени Громова. После демонстрации в Лебурже эту фигуру высшего пилотажа назвали Коброй Пугачева. Так началось триумфальное шествие истребителей фирмы «Сухой» по зарубежным авиационным салонам и аэрошоу. Сверхмощным боевым комплексом Су-27 делают не только его выдающиеся пилотажные качества. Самолет имеет самое совершенное радиоэлектронное оборудование и вооружение. Радар, установленный на 27-м, позволяет на расстоянии 100 километров обнаруживать и сопровождать 10 целей типа истребитель. При этом обеспечивается перехват цели, представляющий наибольшую угрозу. Возможность, в общем-то, у него, как у нормального истребителя, но что касается применения по воздушным целям, тут просто полный спектр возможностей. Пилот может использовать теплопеленгатор и лазерный дальномер-целеуказатель. Это позволяет обстреливать цели в режиме полного радиомолчания. То есть атака происходит скрытно. В ближнем бою целеуказания ракетам можно производить и с помощью нашлемной системы. Все три элемента – радиолокатор, оптико-локационная станция и нашлемный прицел – составляют единую систему управления вооружением. Кабина истребителя оснащена системой отображения информации на фоне лобового стекла. Это позволяет мгновенно произвести захват цели. Прекрасное вооружение «Воздух-воздух» стоит. Достаточно хороший прицел. Это если мы касаемся серийного самолета Су-27. По наземным целям он может работать в качестве штурмовика. По визуально видимым наземным целям. То есть практически весь спектр бомбардировочного вооружения, неуправляемых ракет, встроенной пушкой работать по земле. То есть здесь в полном объеме сейчас модификации, которые создаются на базе этого самолета, у тех уже гораздо более широкие возможности. Для первоначального знакомства летчиков с истребителем Сухого используется его учебно-боевой вариант Су-27УБ. Самолет сохранил все боевые возможности базовой модели. При длительных полетах использование двухместной машины даже более удобно. В таком случае нагрузка на пилотов заметно снижается. Подтверждение этому беспосадочный перелет, который совершил на Су-27УБ экипаж Игоря Вотинцева и Николая Садовникова. В июне 1987 года они проделали путь из Москвы до Комсомольска на Амуре и обратно продолжительностью 15 часов 32 минуты и дальностью 13 440 километров с четырьмя дозаправками в воздухе. В 1987 году Су-27 принял участие в необычных учениях. Ударно-разведывательная группа перебазировалась на передовой ледовый аэродром неподалеку от Северного полюса, на архипелаге земля Франции Иосифа. В состав группы входили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, воздушные танкеры и суховские истребители. Это был первый опыт эксплуатации машин нового поколения в условиях крайне низких температур. Нелегкое испытание Су-27 выдержал с честью. Была доказана возможность противовоздушной обороны обширных удаленных районов. Еще одной модификацией суховской машины является истребитель корабельного базирования Су-27К, в дальнейшем получивший обозначение Су-33. Этот самолет был создан для обороны кораблей военно-морского флота от нападения с воздуха. Су-27К, Су-33. Палубный истребитель. Длина 21,2 метра. Размах крыльев 14,7 метра. Максимальная взлетная масса 32 тысячи килограммов. Силовая установка. Два турбореактивных двигателя АЛ-31Ф тягой по 12 тысяч 500 килограммов. Максимальная скорость 2300 километров в час. Практический потолок 17 тысяч метров. Практическая дальность 3000 километров. Вооружение. Встроенная пушка калибра 30 миллиметров. Боевая нагрузка 6500 килограммов на 12 узлах подвески. Управляемые ракеты класса «Воздух-воздух». Противокорабельная управляемая ракета «Москит». Конструктивно Су-27К заметно отличается от базовой модели. Крылья сделаны складывающимися для большей компактности. На фюзеляже установлены небольшие дополнительные крылышки. Переднее горизонтальное оперение. Они улучшают устойчивость и управляемость самолета, что особенно ценно во время посадки на короткую корабельную палубу. Для того, чтобы истребитель успел остановиться при коротком пробеге, на машине установлен тормозной гак. Им самолет цепляется за трос аэрофинишора. Несмотря на увеличение массы в сравнении с базовым вариантом, боевые возможности палубного истребителя столь же высоки. Су-27К поднялся в воздух летом 1987 года. Пилотировал самолет летчик-испытатель Виктор Пугачев. После этого были проведены испытания со взлетами с трамплина и посадками на аэрофинишор. 1 ноября 1989 года Виктор Пугачев взлетел с аэродрома в Крыму и направился к тяжелому авианесущему крейсеру «Тбилиси». Сегодня этот корабль носит название «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Крейсер находился на ходовых испытаниях в Черном море. На его борту присутствовала государственная комиссия – военные, конструкторы, производственники. После выполнения нескольких проходов над палубой, а затем ее касаний с уходом на второй круг, пилот получил от генерального конструктора Михаила Симонова команду на посадку. В 13 часов 46 минут истребитель Сухого сел на палубу авианесущего крейсера. На следующий день состоялся и первый взлет с палубы. Правда, не обошлось без неожиданностей. Когда Пугачев вывел двигатели на форсаж, не выдержал и частично разрушился газоотбойный щит. Взлет пришлось выполнять с другой стартовой позиции. Летчик успешно справился с этой задачей. Палубные истребители Сухого успешно прошли испытания и были приняты на вооружение. Сегодня они несут боевую службу в составе авиации Северного флота. Су-27 стал родоначальником целого семейства крылатых машин с уникальными летными и боевыми характеристиками. Субтитры создавал DimaTorzok